Дятел леса и ворона Ох, и какие же у меня славные детки И умные, и пригожие, других таких Ни у кого нету Прослышала об этом лиса, захотелось ей отведать Молодых дятловых птенчиков Но как их достать из гнезда? Лазить по деревьям лиса не умеет Растит дятел деток, кормит, поет А лиса у осины похаживает Скалит зубы, да все думает Как бы и дятловых птенчиков со свету сжить И придумала наконец Подходит раз к осине и давай хвостом по дереву стучать Высунул дятел голову из дупла А то что, лисичка, делаешь? Зачем ее деток пугаешь? Вот, как говорит лиса, у тебя и дети есть? Есть, говорит дятел, какие славные детки Ну так гони их вон Да и сам выбирайся, а то я сейчас дерево рубить буду Зачем тебе дерево, это спрашивает дятел? Как это зачем? Распилена дрова, печь топить буду Ой, лисичка, ой, матушка Начал упрашивать дятел Дай сперва деток выкормить, а потом рубить дерево Куда ж я теперь с малышами-то денусь? А лиса еще сильнее стучит хвостом по дереву Не могу ожидать, пока ты детей выкормишь Кто ж виноват, что ты как раз на этой осине гнездо устроил? Разве мало было деревьев в лесу? Оно-то правда, говорит дятел Деревьев в лесу много Но кто мог знать, что вот эта старая гнилая осина Понадобится тебе на дрова? Прежде чем гнездо делать, надо было у меня спросить Злиться лиса, сам виноват Почесал дятел свою пеструю голову Что же мне, лисонька, делать? Посоветуй Облизнулась хитрая лиса, повертела хвостом и говорит Сбрось мне одного дятлика, тогда не буду рубить дерево Подумал дятел Жаль, дитятка, да что делать? Хоть двое ему останутся И сбросил одного птенчика Подхватила его лиса, побежала за куст и съела На другой день приходит опять Сбрось еще одного дятлика, а то дерево буду рубить И давай хвостом по осени барабанить Как не упрашивал дятел, а пришлось ему еще одного сбросить Понравились лисе дятловы птенчики Спустя денек пришла снова Жаль дятлу последнее дитя отдавать Он и говорит Погоди, лисичка, хотя бы до завтра Да еще хоть немного дитят кому тишится Ладно, согласилась лиса, приду завтра Сидит дятел в дупле, горюет и все думает Как бы ему спастись от лисы Да ничего придумать не может А тем временем прилетела в гости к дятлу его кума серая ворона Так мол и так, говорит ей дятел, повесив нос Не до гостей мне кумушка Последнее дитятка лиса забирает Ворона была птица старая и умная Не такая, как другие Дурень, говорит она, а ты не отдавай Тогда лиса дерево срубит, все равно нас загубит Это она только пугает Как придет она завтра, ты скажи Руби себе, я тебя не боюсь Обрадовался дятел, поблагодарил куму ворону За умный совет и даже хорошо ее угостил Жуками-караедами Прибегает на другой день лиса Но дятел говорит, давай, что обещала То сейчас дерево срублю А дятел высунул свой длинный нос из дупла И говорит, руби себе, я тебя не боюсь Удивилась лиса, откуда дятел ума-разума набрался Кто это тебя научил, так говорит, спрашивает она Моя свояченица ворона кума Смело ответил дятел Постой же, думает, я этого тебе не прощу И ушла, глотая слюну Думала она, думала, как бы отомстить вороне И, наконец, надумала Выбежала на полянку, легла и прикинулась мертвой Увидела эта ворона с дерева А обрадовалась она, неплохая еда валяется Тут она крыльями мах-мах И вмиг возле лисы очутилась Сперва клюнула ее в хвост, чтобы проверить Правду ли лиса мертвая А та даже не шелохнулась Лежит как неживая Ворона осмелела, подпрыгнула к голове И уже собралась было клюнуть в глаза А лиса как схватит и цап ворону за ногу Ага, засмеялась лиса, оскалив зубы Попалась ты мне на обед вместо дятлова птенчика Будешь знать, как дятла учить Ну что ж, говорит ворона, ты перехитрила меня Теперь я только одного боюсь, чтобы ты не мучила меня Так, как твоя мать мою мучила А как же она мучила, я что-то не припомню Да ты тогда маленькая была Так расскажи Ладно, расскажу, согласилась ворона Дело было так Твоя мать поймала мою мать Вот как ты меня сейчас Ну понятно, перебила ее лиса Моя мать была не такая глупая, как твоя Да-да, ответила ворона Она и вправду была умная Не захотела есть мою мать с перьями Перья-то невкусные Конечно невкусные, подтвердила лиса Так вот, что твоя мать сделала Взяла два решета, посадила в них мою мать Потом сложила решета вместе Да как пустят их с крутой горы Так на моей матери и перышко не осталось Все дочисто осыпались Бррр, ужаснулась ворона Ведь это для нас, ворон, самая страшная мука Хорошо же, подумала лиса Не буду и я глупее своей матери Достала она два решета Посадила туда дятлову куму Да и пустила решета с крутой горы Решета разъехались в стороны А ворона поднялась и полетела на дерево А ворона поднялась и полетела на дерево